МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все вокруг кажется скучным и унылым. Мы знаем несколько простых способов, как это исправить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Способ номер один. Попробовать что-то необычное. К примеру, сделать крутой опыт с куриным яйцом. Кладем в мисочку сырое яйцо. Нужно его внимательно осмотреть, чтобы на скорлупе не было трещин. Заливаем 9-процентным уксусом. Даем постоять минимум сутки. Чем больше яйцо будет находиться в таком растворе, тем лучше получится результат. Фантастика! Яйцо стало почти прозрачным. Вытаскиваем его и выкладываем на салфетку. Обтираем. Внутри просматривается желток и пузырек воздуха. А самое главное, яйцо стало желейным. Оно пружинит, эластичное, но в то же время хрупкое. Внутри по-прежнему жидкое. Оказывается, яйцо бывает не только вкрутую или в смятку, но и мягким и прозрачным. Способ номер два. Сделать что-то простое своими руками. К примеру, жидкую свечу. Нам понадобится обычная свеча. Разламываем ее, чтобы вытащить фитиль. Его можно заменить хлопковым шнурком. Если не получается разломать, можно надрезать. Немного прокручиваем свечу, делая надрез. Только осторожно, чтобы не повредить фитиль. Удалось? Нам понадобится кусочек пластиковой пленки. Его можно сделать из основы для стикеров. Вырезаем кружок, предварительно продавив его чем-то острым. Готово. Циркулем или толстой иголкой делаем сквозное отверстие в центре. Вот так. Вставляем фитиль. Протягиваем на пару сантиметров. Берем стакан с водой. Насыпаем в него разноцветный бисер. Декор может быть любым. Все зависит от твоей фантазии. Наливаем растительное масло, чтобы образовался слой около 3 сантиметров. Опускаем в стакан фитиль. Пластиковый кружочек остается на поверхности. Беремся за кончик веревки и чуть топим кружок. Он должен полностью погрузиться в масло. Поджигаем фитиль. Здорово. Горит, как настоящая свеча, хотя внутри стакана вода. Смотрится завораживающе. Любишь мыльные пузыри? Тогда научись ими рисовать. А мы покажем четвертый проверенный способ, как не заскучать. Выдавливаем в воду немного акриловой краски. Размешиваем. Добавим пены для ванны. И опять хорошо размешиваем. С помощью большой трубочки для коктейлей надуваем пузыри. Прикладываем бумагу. Получается интересный узор. Попробуем разные краски. Здорово. На бумаге остаются отпечатки мыльных пузырей. Пара минут и скуки как не бывало. Оригинальная скраб бумага будет приятным бонусом. Все еще нет настроения? Тогда доставай капиллярную ручку и попробуй способ номер пять прогнать скуку. Займемся нейл-артом. Попробуем простой рисунок. На ногте указательного пальца проводим поперечную линию. Добавим чешуйки. С другой стороны нарисуем сердечки. Проведем волнистую линию. Закрасим сердечки. Покрываем ноготь прозрачным лаком или закрепителем. Так рисунок будет держаться долго. Средний палец покрываем лаком нейтрального цвета. Когда высохнет, нарисуем крупные точки. Распределяем их в произвольном порядке. Сверху наносим слой закрепителя. Ноготь безымянного пальца тоже покроем нейтральным цветом. Здесь точки превратим в пятна. Равномерно распределяем по поверхности. Покрываем закрепителем. Остальные два ногтя раскрашивать не будем. Просто нанесем на них светлый лак. Вот такой у нас получился необычный маникюр. Быстро и бюджетно. Что только не придет в голову от скуки. Способ номер пять. Сделать сыпучий яркий антистресс. На этот раз будем использовать акрил. Выдавливаем краску в соль. Добавим немного воды. Тщательно перемешиваем ложкой. Можно долить еще. Когда соль приобретет однородный оттенок, выкладываем ее на бумагу. Равномерно распределяем для просушки. Когда соль высохнет, она станет немного светлее. Просеиваем через сито, чтобы не было комочков. Крупное можно придавить пальцами. Мы окрасили соль в три ярких цвета. Голубой, малиновый и желтый. Пересыпаем ее в большую миску. Цветная соль – удивительный материал. Она приятная на ощупь. И на ней можно рисовать деревянной палочкой, как на песке. Добавим голубой, малиновую. Подсыпаем желтый. Красота! Изумительное сочетание цветов. Спокойный желтый и голубой по бокам и насыщенный малиновый в середине. Придавим сверху вилкой. Цветное поле становится рельефным. Расширим малиновую полосу. Заходим на голубое поле и на желтое. Пальцем проведем границу полос. Смешаем слои деревянной палочкой. Можно перемешать рукой. Встряхнуть. И опять перемешать вилкой. Цветная соль твердая. При перемешивании цвета не образуют новые оттенки, как это происходит в краске. Каждая крупинка сохраняет свой цвет. Наша яркая смесь состоит из тысяч индивидуальных частичек. С таким материалом можно возиться бесконечно. Невероятно успокаивает и отвлекает. Способ номер шесть. Разобраться, как устроены обычные вещи вокруг тебя. К примеру, как впитывает жидкость детский подгузник. Разрезаем его пополам. Извлекаем наполнитель. Окрашиваем воду в фиолетовый цвет. Помещаем абсорбент в стакан. И наблюдаем, как он моментально впитывает воду. Пробуем деревянной палочкой. Ничто не напоминает, что здесь только что была вода. Материал стал рыхлый, как снег. И немножко липкий. Окрасим воду в красный цвет. Добавляем наполнитель. Он сразу разбухает, впитывая всю воду. Кистью окрасим его в синий. Перемешаем деревянной палочкой. Материал немного затвердел. Разрыхлим его пальцами. Добавим сиреневый наполнитель. Все смешаем. Цвета не перемешиваются. Эта яркая субстанция получилась очень необычной. Мы уже использовали подобную при создании оригинальных кулонов в нашем предыдущем ролике. Слушать музыку с удовольствием и не тратить время на распутывание наушников. Парочка милых усов в этом тебе помогут. Сначала подготовим шаблон. Обводим его на плотной цветной бумаге или тонком картоне. И еще раз в зеркальном отражении. Вырезаем. Получились забавные усики. Нам нужны три такие детали. Склеиваем их между собой канцелярским клеем. Сглаживаем края пилочкой для ногтей. Намечаем отверстие для проводов. Пробиваем дыроколом. Остальное прорезаем ножницами. Теперь покроем холдер прозрачной глазурью. Также с другой стороны. Если глазури кажется недостаточно, можно нанести второй слой. Основа холдера должна быть плотной. Готово! Можно наматывать наушники. Мы добавили еще один яркий вариант органайзера в свою коллекцию. Такие усики можно сделать любого цвета. А если нет времени на новую технику, их можно сделать исключительно из плотного картона и цветной бумаги. Холдер станет отличным подарком. Такая полезная вещь всегда пригодится. Хорошее средство от скуки и под номером 7. Нарисовать себе тату. А точнее браслет. Проводим линию вокруг запястья. Наносим растительный узор. Вдоль линии рисуем листочки. Добавим ряд точек с одной стороны. И с другой. Очаровательный браслетик готов. Еще один способ не скучать – смыть браслет, если он не получился. Смешная рожица – это стопроцентное лекарство от скуки номер 8. Приставим большой палец к указательному и рисуем сверху голову с маленькими торчащими ушками. Добавляем нижнюю часть. Посередине рисуем рот. Сначала верхнюю губу. Размыкаем пальцы и продолжаем. Нарисуем границу губы и добавим зубы. Опять смыкаем пальцы. И очерчиваем нижнюю губу. Раскрываем пальцы. И добавляем границу нижней губы и зубы. Их можно просто наметить. Сверху делаем глазки. И бровки. Что смотришь? Дай жвачку. Спасибо! Такая забавная рожица точно заставит улыбнуться. Пиши в комментариях, какой из наших способов помог тебе избавиться от скуки. Подписывайся на Трум Трум, с нами не соскучишься. Жми лайки, звони в колокольчик. Мы уже снимаем для тебя новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok